Привет, мои дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. В хендмейде я 15 лет, но то, что я собралась делать сегодня, такое я еще не делала. Я буду делать композицию из Нобелеса. Это живая пихта, которая очень долго стоит, невероятно вкусно пахнет. Все подготовила, определилась с цветовой гаммой, подобрала материалы. В основу я возьму банюшкины сладости, вот такую вот коробочку. У меня было три варианта на выбор. Это вот такая блестящая ткань, бархат морской волны или вот такой кремо-бежевый мокрый бархат. Я остановилась именно на нем, потому что шарики буду использовать тоже такого оттенка. И он неплохо сочетается вот с таким изумрудным оттенком. Я решила, чтобы моя композиция стояла в воде. Для этого я приобрела флористическую пену для живых растений. Сейчас я ее вскрою, замочу. Понадобится ножик. Прикинув по размеру, возьму половину, чтобы сделать еще одну композицию. Я прямо не распаковывая. Слышите, как он шуршит? Разрезала. Вынимаем одну половинку. Примерно на глаз я понимаю, сколько будет выступать. На вскидку это сантиметр. Рано я поставила таз с водой на глаз. Я отметила сантиметр и опускаюсь вниз. У меня кривые руки, а тут получился, наверное, миллиметр, а тут как раз сантиметр. Поэтому я еще немножечко вот так... Вот. Интересный процесс, который я подсмотрела. Нужно просто кинуть пену в воду, и она сама напитается. Не нужно ее задавливать. Пока губка впитывает, я подготовила пакет и скотч. У меня есть размеры губки, да? И по ним я сейчас буду делать губки. Она не только впитывает, но и также отдает влагу. Наша формочка готова. Если есть какие-то более хорошие способы, не жадничайте, делитесь, рассказывайте. Буду использовать. Не знаю, как я буду вставлять. У меня получился вот такой вот пакетик. Пена замочилась, готова. Но прежде чем мне все это собрать, мне нужно сделать красивую коробочку-основу. Ой, извиняюсь. В нос что-то от пены залетело. Не люблю сильно заморачиваться на тему размеров, замеров всяких. У меня прекрасно получается делать все на глаз. Токс. Токс. Клеим. У нас получилась вот такая вот коробочка-основу. Мы помещаем туда заранее заготовленную герметичный пакет. Потемнел, стал полностью темно-зеленым. Да, что это, девочки? Я прогадала с размером. План Б. Отрезаем кусок от него. Делаем уже. Теперь у него нет шансов. Он просто обязан туда залезть. Подрежем вот это все лишнее. Вот. Вот что у нас получилось. Мы берем самое основное. Прикидываем лапки. Лапки, конечно, большие. Не знаю, с чего начать. Очень жалко мне, конечно, отрезать. Но мне придется это сделать. О, раз. Раз, два, три. И пока отрежу четыре. Четыре. Запах, аромат. Стоит от нее, конечно, волшебный. Я отрежу еще вот так. Потому что низ ножки освобождая от иголочек. Мне очень хочется попробовать куда ее вставить. Давайте пробовать. Вот. Первая веточка готова. Поколдовала, пошаманила. Ушло у меня не так много веточек. Приступаем все это украшать. Цвет основной, который я выбрала, это изумруд. Ну и дополнение вот такой вот бежевый. Три шарика, мне кажется, будет достаточно. Три больших шарика. Уточню. Мы разбавим вот такие вот маленькие и вот таким вот еще более маленькими. Не стала брать в основу никакие свечки. Хотя вот сейчас смотрю, что можно было бы и добавить. Тем более они у меня есть. Берем шпажки. Не знаю, как делать все остальные. Я беру шпажку. Приклеиваю ее к шарику. И также отделим несколько веточек эвкалипта. Очень хотела эти шарики. Они мне прям безумно понравились. Сейчас я их покажу поближе. Их мы тоже будем на шпажке. Изначально у меня была идея, чтобы немного заснежить нашу композицию. Вы представляете, у меня закончился баллончик. У меня есть еще один. Да, походу я без снега на композиции. Ну и да и бог с ним, честно говоря. Значит, так симпатичнее должно быть. Покажу все шарики наши. Вот что получилось. Сейчас это будем все вставлять. Царь-шар. Его в серединку. Сделаем по диагонали. И здесь уже будем рассыпью. Вот этот мне. Он очень нравится. Он прям как ледениц. Его ожлизнуть, если честно хочется. Я его поставлю прям вот наперед куда-нибудь. Дальше. Моя композиция из Нобелеса готова. Сейчас поставлю ее в интерьер. Место для композиции я уже выбрала. Оно будет на радиоле. Вот прямо тут. Оп. Среди свечек. Вот так это выглядит. Можно, конечно, убрать свечки вот эти вот. Потому что получается много всего. Подвинуть поближе. Вот такая красота. Ага. Так.